Зима 1935 года Вера садится возле колыбели И не может насмотреться на чудесного малыша Александр, Саша, Алик Отчего ты так чист, дитя? Словно ангелы Божии соткали для тебя ложе Из лепестков белой лилии Ты спишь золотым сном И видишь забытые нами грезы В которых нет желаний, тревог, мук Мы взрослые здесь на чужбине Нам страшно Мы вкусили от древа познания добра и зла Мы пошли против Бога Мы отдали свое счастье А ты улыбаешься во сне Кто научил тебя этой улыбке? Лунный луч упал в твою колыбель Замкнулся золотой круг В этом круге ты Между мирами нет границ Ты примирил их все Вера относилась к племяннику Как к своему сыну Никого ближе и дороже, чем Лена И ее семья в нее не было Лена Прелестная, умная, чистая девочка Которая с самого детства Тянулась к церкви, к Богу Вера – научный сотрудник с философским образованием МГУ И тайная прихожанка православной церкви Она была более сдержана Но именно через одну из ее подруг Им обоим открылась дорога в общину Отца Серафима Батюкова Скрывавшегося от советской власти в Загорске Там Вера и Лена прошли свою катехизацию Дело это было чрезвычайно опасным После революции 1917 года Церковь не приняла строительство Провозглашенного коммунистами Атеистического общества Поистине вы дали народу Камень вместо хлеба И змею вместо рыбы Любовь Христову Вы заменили ненавистью Вместо мира Разожгли Классовую вражду В ответ церковь получила сокрушительный удар Монастыри и храмы закрывались Тысячи священников и монахов Были расстреляны, замучены Отправлены по этапу Это было невиданное со времен римских цезарей Гонение на христианскую веру Те, кто сумел избежать Бессудные расправы Бессудные расправы Скрывались где придется В ожидании скорых арестов Наступила эпоха катакомб Но Вера и Елена Даже зная об опасности Выбрали путь Исповедничества Христова Рискуя свободой И, может быть, жизнью Они будут помогать Своим братьям и сестрам по вере Передавая в тюрьмы продукты Одежду Книги Осенью 1935 года Елена отправилась с маленьким Аликом В Загорск К отцу Серафиму Там, в простом бревенчатом домике Недалеко от Троицкой лавры Они вместе Примут крещение И вот уже снова Вера склоняется К колыбели Их чудесного мальчика В твоих глазах Отражается игра света С каждым днем Ты все сознательнее смотришь вокруг Словно с непреодолимой силой Стремишься проникнуть В окружающий тебя мир Ты просыпаешься с каждым днем И тянешься доверчиво Навстречу большому миру Как цветок Навстречу солнцу Тебе предстоит завоевать Этот мир Маленький Александр Каким величественным И каким страшным Был этот год 1935 Еще один год Перед началом новых Кровавых репрессий Совсем скоро На Будовском полигоне Будут расстреляны сотни Православных священников И ведь никто не мог тогда И помыслить даже Что в небольшой квартире На Серпуховке Делает свои первые Еще робкие шаги Мальчик Которому суждено стать Одним из самых выдающихся Христианских миссионеров Христианских миссионеров 20 века Фотография из семейного альбома Худое тонкое лицо Сдвинутые брови Огнем пылают глаза Лицо бойца Готовящегося к битве Алику 16 Он уже знает С кем и за что будет бороться С детства Новый Завет увлекает его настолько Что читая священную книгу Он буквально переносится туда В мир древней Иудеи Чтобы оказаться путником На ее пыльных дорогах И собственными глазами Увидеть Галилейское море И Иерусалимский храм И Христа Стоящего на берегу Иордана Христос Абсолютно реальный И абсолютно живой Таким Он предстанет Со страниц Его первой И самой важной книги Сын Человеческий Алик читает Библию ежедневно Бывает в храме Почти каждый день Он хочет стать священником Стать священником? Где? В стране, где священник Не может проповедовать Даже на ступенях Собственного храма? Да, именно Я хочу стать священником Только здесь А люди, которые больше Не верят в Бога Зачем им священник? Люди ждут Слова Христос приходит к каждому Он несет мужество Добро Свет Твердость Веру, надежду И прежде всего Любовь Только надо услышать Его Вглядеться в Него И каждый человек Может встретить Господа На своем пути Надо только помочь людям Услышать Его Да Силы зла не дремлют Да Еще темнее и огромней Тень Люциферова крыла Алика долго преследовал Один и тот же сон Дом В дворе колодец Он смотрит в колодец Как в бездну А из колодца Поднимаются Гигантские Черные птицы Он смотрит на них Хищно парящих В небе И видит Дирижабли С изображением Сталина Это было Страшно Но как тепло И спокойно Было в храме На Пасху Как ликовала душа От слов Возглашенных Священником Смерть Где Твоё жало Ад Где Твоя победа Воскрес Христос И Ты низвержен Воскрес Христос И пали демоны Воскрес Христос И радуются ангелы Воскрес Христос И торжествует Жизнь Нет Нет И не может быть Страха Ибо с нами Христос Надо заново Евангелизировать Тяжело больную Страну Надо отвоевать У диктатора Души Если люди Откроют сердце Христу Они обновятся И станут Неуязвимы Со всех сторон Награждаемые Духом Святым Подлинная Свобода Всегда Рождается Только Внутри Нас Самих Только Так Сможет Россия Смыть С себя Порчу Безбожной Смуты Тяжела Долга И извилиста Эта дорога Да Но нет У нас Больше Других Дорог Воистину Есть Только Один Великий Грех У Человека Утрата Контакта С Собственной Глубиной Все Разрезанную Для конспирации На листочке И тут же Давать Блестящие Развернутые Ответы По предмету Его Изгнали За веру Через два года Он будет Рукоположен В священника В Донском Монастыре Выходя из храма Он поднимет Голову К небу Господи Утверди Меня В вере Научи Меня В каждом Событии Распознавать Волю Твою И дай Мне силы Исполнять Ее Источником Добра Сделай Меня Господи Для всех С кем Встречусь Сегодня Прими Молитву Мою За тех Кто Не знает Тебя И Избавь Их От неверия Навстречу Грядущему Навстречу Людям Твердой Поступью Шел Отец Александр Мень В 1960-80-е годы Храм отца Александра В новой деревне Близ Пушкина Освященный В честь Сретенья Господня Сретенья Встреча с Богом Стал главным Местом Притяжения Для Московской Интеллигенции Томившейся Острой Жаждой Смыслов Многие Услышавшие Этого Необычного Священника Впервые Начинают Испытывать Особое Душевное Состояние Они Обретают Веру Красивый Умный Добрый Он Пленяет Своим Удивительным Даром Почувствовать И понять Другого Человека А поняв Полюбить В это Так Трудно Поверить Скажите А он Со всеми Такой Да Со всеми Каждый Кто приезжает В храм К отцу Александру С изумлением Понимает Здесь Его ждали Давным Давно И Весть О нем Передается По Москве Со скоростью Молнии Из воспоминаний Поэта Андрея Таврова Я сильно болел Слабость Бессонница Депрессия Много пил Пробовал Наркотики Кто-то Посоветовал Мне поехать К священнику Из новой деревни Служба Закончилась Народ Стал Расходиться Я стоял У двери И когда Поднял глаза Увидел Что отец Александр Идет Ко мне Он смотрел На меня С такой радостью И любовью Словно Встретил Старого друга После Долгой Долгой Разлуки Я понял Здесь Что-то Не то Он Кому-то Очень рад Но Вероятно Этот Кто-то Стоит У меня За спиной Я Обернулся Но Там Никого Не было Его Любовь И его Улыбка Предназначались Именно Мне Которого Он видел В первый Раз В жизни Не помню Точно О чем Мы говорили Сидя На лавке Под вешалкой Я сказал Что мне Хотелось Бы узнать Как Выглядел Иерусалим При жизни Христа И отец Александр Пообещал Принести Книжку В следующий Раз Я забросал Его вопросами Почему В мире Так много Зла И боли Почему Бог Если он Есть Это Терпит Что В жизни Надо Делать Я Был Не В себе Бормотал Иступленно Сбивчиво Бессвязно В какой-то Момент Я Как Очнулся Остановился И попросил У него Прощения Отец Александр Ничего Не стал Говорить В ответ Он Подошел Ко Мне Обнял И Поцеловал Думаю Что он Понял Что Сколько Бо Я Не Обманывал Сам Себя И Сколько Бо Не Придумывал Для Этого Проблем И Причин Боль Моя Была Настоящей И Это Дружественное Прикосновение Священника Было Тем В чем Я Больше Всего Тогда Нуждался Я Заплакал Домой Я Ехал На Электричке И В сумке У меня Лежала Книга С Фотографиями И Иерусалима Ее Принес Отец Александр Не Отослал В библиотеку Принес Не Забыл Простой Поступок Мускульное Усилие Воли Одно Его Присутствие Само По себе Было Проповедью Оказывается Человек Способен Принять Слова Евангелия Всерьез И Не Только Принять Но И Воплотить Их В Своей Жизни Превратить Жизнь В Свет И Любовь И Это Не Вымысел Вот Жон Живой Он Это Сделал А Значит Могу Попробовать И Я Отец Александр Не Видел В людях Ни Грубости Ни Эгоизма Ни Злости Он Видел В Них Тайный Свет Отражение Первоисточника Когда Его Перебивали И Не Давали Говорить Правда Искатели Атеисты Он Не Сердился А Замолкал И Ждал Тут Было Много Нежности И Той Силы Что Движет Солнце И Звезды Я Помню С какой Нежностью Он Укутывал Взрослого Вышедшего Из Крестильной Купели В Простыню Слова Слова Заучить И Подделать Даже Слова Любви Подделать Жесты Невозможно Однажды Мы Шли Через Подмосковную Рощицу Направляясь На дачу К одному Из Прихожан Мы Разбились На Несколько Групп И Шли По Летнему Лесу Переговариваясь Теряя Друг Друга Из Виду Я Оказался Рядом С Отцом Александром И Обрадовался Побыть С ним Наедине Становилось Большой Редкостью Он Был Осаждаем Людьми Он Увидел Мою Радость И Быстро Понял Мое Состояние Вы Можете Думать Андрюша Что Если Мы С Вами Стали Реже Видеться То Я Вас Не Думаю Или Не Помню Но Это Не Так Вы У Меня Все И Всегда Вот Здесь И Он Положил Обе Ладони Себе На Грудь Всегда Каждую Минуту Все До Одного Мы Остановились Зеленели Березки Их Колыхал Ветерок Его Светлая Фигура На миг Застыла В летнем Свете Чтобы Остаться В памяти И По Сей День И Мы Пошли Дальше Из Тех Кто Встречал На Своем Пути Приветливого Улыбающегося Священника Вечно Спешащего Куда-то С Портфелем В руке Он Не Ходил А Летал Лишь Немногие Знали В Каких Тяжелых Условиях Проходят Его Служение За Отцом Александром Неотступно Следила Лубянка В Новой Деревне С чердака Соседнего Дома На Пленку Снимали Каждого Входящего В храм Осведомители Были И Среди Прихожан Несколько Раз Агенты КГБ Переворачивали Сверху Донизу Его Дом В Симхозе В Течение Долгих Лет Отец Александр Был Вынужден Вести Жизнь Конспиратора И В любое Время Суток Быть Готовым К Аресту Из Воспоминаний Писателя Владимира Файнберга Вечером Раздался Неожиданный Звонок Открываю Дверь Замерзший Занесенный Метелью С опухшими Под глазьями Стоит Батюшка В одной руке Тяжелый Портфель А в другой Авоська С молоком Кефиром Маслом Апельсинами Батюшка Ну зачем Вы стояли В очередях Сегодня Скользко Метель А вам Трудно Ходить С больной Ногой По магазинам Володя Я ведь Все равно Был в городе Он Он Опускается В кресло Стоящее Напротив Оранжереи С тропическими Растениями Я Вижу Смертельно Усталого Человека Которому Хочется Хоть Минуту Побыть Одному Выхожу Закрыв Дверь Какой Дивный У тебя Батюшка Говорит Мне Мама Неужели Все Священники Такие А я Прикладываю Палец К губам Через Четверть Часа Дверь Открывается Чудные Растения Володя Я будто В джунглях Амазонки Побывал И вдруг Шепчет На ухо Вызывали На допрос В ответ На мой Растерянный Вопрошающий Взгляд Уже С лестницы Победная Громогласная Ничего Прорвемся Весной 1985 Года В газете Труд Была Опубликована Разоблачительная Статья О священнике Из Новой Деревни Это Означало Только Одно Решение Об аресте Отца Александра Меня Принято Батюшка Позвонил Мне По телефону Сегодня Наверное Не увидимся Срочно Вызывают В совет По делам Религий Что-то Случилось Все Тоже Молитесь За меня Минуточку Александр Владимирович Сашенька Не вешайте Трубку Я Немедленно Выезжаю Я должен Быть С вами Где Мы Встречаемся Володя Вам же Надо Писать Зачем Портить Рабочее Утро Да Неужели Вы Думаете Что Теперь Я Смогу Что-то Написать Заранее Подъезжаю К скверу Разгорается Жаркий Душный День На Скамейках Пенсионеры Читают Газеты Молодые Мамы Катят Коляски С Младенцами А я Стою Возле Памятника И Молюсь Как Умею Господи Сохрани И помилуй Батюшку Моего Отца Александра Охрани Его От Всякой Беды От Всякого Зла Наконец В конце Бульварной Аллеи Вижу Его Он Идет Навстречу Широко Улыбаясь Батюшка Я буду Вас Ждать Спасибо Но Я не знаю Сколько Это может продлиться Сколько Бо Не продлилось Полит солнце Под липами Идут Прохожие А я Жду В одиночестве Час Проходит За часом Отца Александра Все Нет Провожаю Взглядом Каждую Выезжающую Волгу С Зашторенными Задними Стеклами Может быть В одной Из них Он По дороге На Лубянку Или В Лефортово Вот уже И вечер Жара Начинает Спадать В шесть Часов Наконец Батюшка Подходит К машине Все На сегодня Все То есть Завтра Должен Явиться Опять А что Они от вас Хотят Чтобы я больше Ничего не публиковал За границей Кстати Володя Сейчас Когда поедем Не останавливайтесь Так близко Боюсь Они вас Уже Засекли А сейчас Сейчас Давайте поедем К вам Я хочу Послушать Новые главы Из вашей книги Отец Александр Вы же устали На вас Лица нет Давайте я отвезу вас На вокзал Ни в коем случае Едем Я отвез его на вокзал Уже поздно вечером Чтобы встретить Следующим утром И снова ехать Туда Так прошло Несколько дней Именно за это время У батюшки Заметно прибавилось Седины Арестовать Отца Александра В КГБ Не успели В Советском Союзе Началась Перестройка 1988-1990 годы Время второго крещения Руси Самые плодотворные И последние годы В жизни Отца Александра Меня С его талантом Говорить просто О сложном И так, чтобы дошло До самого сердца Он быстро стал популярным Лекции в домах культуры Библиотеках Кинотеатрах Вот он уже проповедует На сцене Спорткомплекса Олимпийский И тысячи зрителей Смотрят во все глаза На священника Открыто Говорящего О Христе Он запускает Целую серию Гуманитарных Проектов Работа со школой Выступления По телевидению Группа Милосердия В детской больнице А как почувствовать Бога? Спрашивает отца Александра Кто-то из детей И он говорит Мы чувствуем Бога Когда любим Кого-то Даже если Что-нибудь Любим Нас касается Бог Важно Любить Кого-то Что-то Хотя бы Цветок И все Встанет На свои места Он крестил Тяжело больных Детей В коридоре Там Где на стене Была нарисована Церковь А в тюрьму Пойдете Проповедовать Интересуется Журналист Непременно Пойду Как только Власти Это разрешат Его энергия Колоссальна Сколько лет Он молчал А теперь Подобно Сеятелю Из притчи Получил Уникальную Возможность Разбрасывать Семена Да Большая часть Из них Упадет На каменистую Почву Сходов Не будет Он видит Какой хаос В головах У людей Но если После его Выступления Пробудется Хоть Несколько Человек Пусть Даже Один Разве Этого Мало И пусть Все больше Знаков Беды Угрозы Сыпятся Одна За другой Времени Меньше И меньше Вперед И только Вперед Вот так же Смело И благородно С упованием На мудрость Божию Он перешагнет Грань Бессмертия Оставшись Победителем До конца Победителем Александром Завоевавшим Весь мир Было Рождество 1987 Года Отца Александра Ждали В гости В самых Разных Домах Но Не ко всем Он мог Прийти Обремененный Множеством Дел И он Написал Им Письмо Дорогие Друзья Мне бы очень хотелось Быть сегодня С вами Я хотя бы мысленно Пытаюсь оказаться С вами За одним столом В этот день Который Для всех нас Является Теплым Семейным Торжественным Днем Который Символизирует Самое Дорогое Господь Приходит К нам Если у нас Нет сил Нет успеха Нет того О чем люди Мечтают На что Надеются Но с нами Бог То мы Все равно Побеждаем Это Мое Вам Самое Задушевное Пожелание Чтобы Вы Почувствовали Хоть на Какие-то Мгновения Он С нами Он Приходит Тихо И незаметно В молчании Царство Божие Ожидаемо И оно Здесь Пусть Утихнут Хищные Звери Пусть Прекратится Внутренняя Война И восстание Темных Стихий Внутри Нас Слова Эти Вам Всем Знакомы Именно О них Пели Ангелы Бог Дает Нам Внутренний Мир Приди Жи Господи К нам Будь Нашим Гостем В этот Рождественский День Всех Вас Обнимаю Благословляю До Скорой Встречи Дорогие Мои Дорогие 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 Дорогие